Ребята, ресторанчик симпатичный есть. Смотрите. Блины с красной икрой и сметаной. Две штучки 550 рублей. В столовой за эти деньги можно неделю кушать. Да. 450, 550. Мелочи. Для нас нормально. Два блинчика 5 евро. Еще и фитнес-центр там внутри. Ресторан и фитнес-центр. Наелся сразу калории. Видела, да, фитнес-центр там? Так, мы продолжаем идти в сторону Петропавловской крепости. Петропавловская крепость, ребята, у нее цель была предназначена для обороны. Петербурга тогда ее построили. Расстреливали из нее все корабли, которые... Но так она и не пригодилась, потому что есть остров Кронштадт на подходе к Санкт-Петербургу. И на нем устроили крепость. То есть сюда уже было все заблокировано намного раньше. Сейчас мы находимся у стен Петропавловской крепости. Вот тут на подходе люди загорают. А вон то вот, с красного кирпича здание, это военно-морской музей. Туда я тоже очень хочу сходить. Мы идем вот сюда. Вот, ребята, это двор внутренний Петропавловской крепости. Мы сейчас вошли вот в те ворота. Вот так вот здесь все это выглядит внутри. Короче, супер-супер идея. Вот туалеты, стоят автобусы. Он, правда, чуть-чуть наклонен. Заходишь и писсуары на той стороне, которая выше. Вода бежит. И, короче, вписываешь и вот это почти, что через край все течет тебе на ноги. Вот так вот. Вот, кстати, стоит 30 рублей. Вот вам идея для бизнеса, ребята. Ребята, тут тюрьма у нас. Мы попали в тюрьму. Вот. Так одевались каторжники. Тюрьма у нас. И вот камеры начинаются. Туда камеры. Сюда камеры. Сюда камеры. Это тюрьма настоящая, да? Комментарий. Сюда камеры. Сюда. Прочитал. Здесь держали революционеров тоже. ребята еще раз камера тут туалет вентиляционная шахта какая-то кровать туба ряд . вот такое окошко еще дверь с ними такая вот здесь двери еще короче здесь сидели враги режима кто пропагандировал социализм позже наверно коммунизм еще одна камера совсем темно вот так как страшно да 20 фотографируем я со вспышкой вот еще кого задержали в этой тюрьме что то вроде террористка должна была покушиться на жизнь императора как мы друзья вот 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 в Вот кто покушался на царя или на систему, оказывались вот в такой штуке. Нажимайте перед революцией, так называемых террористов, всех кто покушался на тот режим, на императора и так далее. Тут написано, когда им установили воду. В 1897 году было подключено к водопроводу все это дело. Установили раковину и таза, то есть до этого ничего не было. А в 1904 провели электричество. Что самое ужасное, что свет верил днем и ночью. Ночью включали лампу синим светом для наблюдения за узником. Так что не идите против власти, дамы и господа. Еще одна камера. Но они в принципе более или менее все похожи. Тут макет узника. Вот тут такой вот толчок. Вентиляция тоже самая. Сейчас еще пойдем смотреть карцер. Там, где совсем, которые буянили сильно. О, тут вообще ничего не видно. О, тут вообще ничего не видно. Вот тут карцер. Темный. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр этого видео. Я всем советую посетить город Санкт-Петербург. И в том числе достопримечательность, которую мы только что видели. А то есть Петропавловскую крепость. И те самые тюремные помещения. Вам будет очень интересно. И вы точно об этом не пожалеете. Прошу прощения, что съемка была сделана довольно-таки в некачественном виде. И звук тоже хромает. Но на то время у меня была не очень хорошая камера. И навыки тоже были так себе. Если вы хотите сравнить то, как снимаю сейчас я. Прошел примерно год. То вы можете зайти на моем канале на актуальные видеоролики. И посмотреть видео уже в другом качестве. С другим звуком. И может быть у меня тоже изменился стиль съемки. Тут я немножечко отошел от темы этого ролика. И опять же повторюсь, что нам очень понравился наш отпуск в городе Санкт-Петербурге. Кстати, сейчас вы видите реку Неву. И Зимний дворец, то есть Эрмитаж. И что я вам хотел сказать еще. Что у меня остался еще какой-то материал по городу Санкт-Петербурга. К сожалению. Ну то есть прошлогодний, 2018 года. Я еще буду его выкладывать. Так что не хочу вводить вас в заблуждение. Те, кто следит за моим каналом. Они уже наверняка привыкли, что у меня такой винегрет. Но этот винегрет просто возникает из-за нехватки времени. Потому что много других дел. И потом я не хочу сразу выкладывать очень долгий период какие-то одинаковые видео. И я считаю, что больше двух видеороликов в неделю выкладывать нет смысла. Потому что люди просто их не успевают смотреть. И это не имеет смысла. Кстати, сейчас перед вашими глазами открылась прекрасная панорама. Если я не ошибаюсь, конечно, на Петропавловскую крепость. Собственно, об этом у нас и было это видео. Я, к сожалению, не так сильно много снимал снаружи. Сконцентрировался на тюрьме. Ну и поблагодарю вас еще раз за просмотр. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий о городе Санкт-Петербурге. Нравится вам, не нравится. Были вы там, не были. Хотите поехать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И до скорых встреч. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал.